А в поселке Круглозерное полным ходом идет капитальный ремонт школы и дороги. Для этого из бюджета выделено 100 миллионов тенге. Полностью завершить работы планируют уже в ноябре этого года. А пока ученики занимаются в соседнем поселке Серебряково. Накануне проконтролировать, как ведутся работы, туда прибыла Аким Уральска, Алтай Кульгинов. Марина Горбук побывала в школе и увидела, что уже сделали в учебном заведении. Ремонтные работы здесь кипят вовсю. Уже полностью заменены окна, частично отремонтированы кабинеты. Капитального ремонта Круглозерновская школа не видела со дня основания. Это более полувека. Поэтому в планах заменить все. Важным на сегодня является, что актовый зал и столовая будет проведен полностью капитальный ремонт. Будет полностью заменена электропроводка. Ну и, конечно же, по первому этажу будет теплоснабжение изменениями. Пока родную школу приводят в порядок, дети учатся в поселке Серебряково. Несмотря на неудобства, дети и родители не против таких временных изменений. На учебу в соседний поселок более 500 школьников возят специальные автобусы в сопровождении сотрудников дорожной полиции. Наши дети здесь учатся. Сказали, два месяца. Мы ждем. Мы встречаем, провожаем. Все нормально будет, надеемся. Все лучше. Самое главное, наши дети будут в хорошем школе учиться. К ноябрю, обещает местный Аким, все ремонтные работы должны закончить, и дети смогут вернуться обратно, в свою школу. Подрядчик обещает закончить до конца первой четверти эти работы, и уже со второй четверти наши ученики, учителя будут проводить свои уроки в данном здании. Также по данной программе дорожной карты здания здесь делается ремонт дороги. Основная дорога улица Комсомольская, 1800 метров, которую в данный момент проходит перед школой. Капитальный ремонт начался еще в августе. На ремонтные работы было выделено 100 миллионов тенге. Отремонтированная школа и новая дорога будут настоящим подарком для детей поселка Круглозерное.